Микс Ньюс Программа «Встретились, поговорили» в прямом эфире Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин Гость сегодняшней программы Знаменитый латвийский баскетболист Теперь уже бывший баскетболист, надо говорить И профессиональный боксер Каспар Камбала Каспар, добрый день Добрый день Добро пожаловать на Радио Болтком Спасибо Сейчас большое количество интервью Даете, вот как выяснилось сегодня латвийское телевидение Вечером, утром тренировка была Но вот что касается интервью Заметил такую вещь Представляю очень часто Как скандально известного спортсмена Или там скандального Каспара Камбала Как вы к этому относитесь? Ну, если смотреть Мою как бы историю Да, были Конечно, много скандальных моментов Но Именно поэтому Я сейчас Вернулся к боксу Чтобы как бы Собрать себя в руках Чтобы как бы Чтобы посмотреть на себя Опять с уважением Потому что Бокс Бокс-то я уже говорил Буду повторяться Везде я буду ходить И буду повторять Бокс как Как ревнивая жена Или ревнивая подруга Он или она Он хочет все от тебя Поэтому Поэтому Тот стиль жизни Как бы говорите Все как бы Скандалы Надо Поставить в сторону И забыть И вспомнить Как Как Что-то То, что Что было Но То, что прошло Как бы Как Люди Прочитали мою книгу Говорят Ох, какая Цель жизнь Да, вот Именно она Она и там Осталась в книге По поводу Ревнивой жены Но вот Получается С 20 Какое-то было число 23 января Если не ошибаюсь Вы от жены Ушли К ревнивой Вот Второй И теперь Сконцентрируетесь На ревнивой Это что-то На боксе Баскетбола Больше Профессионального Не будет Получено Кто знает Конечно Может повернется Да, да Но вот Это как-то поменяет Потому что Раньше это было На противодействии К боксу Возвращались А сейчас Все сконцентрировались Ну Сейчас Сейчас Да Вот Единственное Что у меня есть В принципе Все время Я посещаю бокс Как бы Тренировки Да Тренировки Тренировки утром Тренировки вечером Ну То что То что Остается Один выходной Всегда В воскресенье Всегда выходной Но так В принципе Каждый день Работаю Так Другое время Что есть Там С семьей С друзьями Но Очень мало Время остается 24 марта Первый Получается За более чем Десять лет Профессиональный Поединок По моему Двадцать третьего Двадцать третьего Ну это Потому что Двадцать третий Мне остается в памяти Да Двадцать третьего Января Да 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 Двадцать третьего Января ушли Из баскетбола Двадцать четвертого Января Марта Вернулись в бокс Да Но это формальности Да Главное что Нокаутировали белоруса Александра Нахайчука В четвертом раунде Вернуться Каково было Волнение Страх Все таки Десять лет Без ринга Что это за ощущение Ну Конечно Понял То что я буду Реально драться В арене Это было Понял Тогда Только Тогда Когда уже выходил Как бы все время Думал об этом Знал что мне бой Готовился Выходили под Доминимо И Лилуэн Я скажу Да Да Под музыку Иметь Да Под музыку Когда я уже выходил Под этой музыкой Я забыл Ага Все У меня будет бой Вступил в ринг И И тогда уже конечно Все забыл Что учился в тренировке Что делал Сделал там Не знаю Десять-пятнадцать процентов Ну скажем Десять от всего Да Вы сказали Что десять процентов А в чем это выражалось Вот чисто технически То есть вы поняли Что Технически Просто 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 было Очень хотел Нокаутировать Сразу А не Не боксировать И Как бы Лезли вперед Да Лез с головой В период И Баскетбольные инстинкты Больше Дали знать о себе Чем Бокс Вот Сейчас Сейчас над этим Работаем Как раз Если так Если так еще Тоже Конкретно Говорить Ну той ночью Когда Ночь Бокса Была Вы ведь Выступали Последним Да Кажется Да То есть Вы завершали Эту серию Поединков Вы приехали Когда уже Начиналось Или к своему Бою Потому что Наверное Сидеть и наблюдать Это тоже Волнительно Понимая Что тебе Предстоит Войти Я приехал Где-то К 7 Наверное Заранее Да Заранее Да Достаточно Заранее Но Я много Не выходил Не смотрел Просто Пришли какие-то Там Пришли мои родные Там друзья Я с ними поговорил Немножко Посмотрел Как Буместер Буместер Сдрался Ну Когда уже Там Зут Сдрался И Заур Я уже был Только в раздевалке Только уже Концентрировался Медленно Ну Взойти В этот Фокус Для боя Какие-то Суеверия У спортсменов И у боксеров Особенно Они есть Вот У вас есть Какие-то Ритуалы Музыка Вот Музыка Например Бинты Там Я всегда Начинаю Все С левой Там Начинаю Тейповать Левую руку Там Или Одеваю Левую Там Левую Кеду Там Или Ботинок Не знаю Почему Это так Вышло Но это важно Нет Не важно Просто Все это так делают Это не особо важно Но если Скажем Кто делает Мне там Тейп на руках Он будет Типа брать Правое руку Не Начнем Начнем С левой Не знаю Может Потому Что Я Всегда Начинаю С левой Вот Если Про Соперника Говорить Александр Нахальчук Не знаю Попадались ли Вам Разные Комментарии По поводу Поединка Понятно Что Хвалебных Очень Много Но Есть Такие Которые Отмечают Что Противник Казался Все-таки Заметно Слабее Вот Ну И Внешне Но Внешне Никогда Не нужно Судить По Бойцов Понятно Там Александр Емельяненко Доказывает Это Но Тем не менее Вот Некоторые Скептики Говорили Что Ну Что Это За Мешок Для Для Битья То есть Груша Вот Каким Образом Вообще Подбирался Соперник Скажем Так Как Это Происходит Почему Именно Он Стал Выбирает Выбирает Выбирала Это Чтобы Было Чтобы Был Бой Они Жи Тоже Не Может Придумать Какой Будет Самый Луч Для Меня Выбирает Примерно Чтобы Был Бой Чтобы Было Интересно Людям Посмотреть Чтобы Был Твоего Тоже Самого Принцип Уровня Чтобы Не Выбрать Очень Слабого Или Не Начинать Там Не знаю С Каким Человеком Которого Уже 20 Боев Тоже Не Будет Никакого У кого Было Примерно Столько Боев Сколько У меня Но У меня Не было Ни одного Боя 11 Лет Это Было Как Начинать Заново После Этого Боя Было Такое Чувство Что Я Первый Раз Был В ринге Опять Ну Да 11 Это Более Чем Длительный Перерыв И Несмотря На То Что Вы Из Интервью В Интервью Повторяете Что У вас Вторая Молодость Или Третья А может Быть И Первая Не Закончилась Но Все Таки 29 Лет И 40 Это Все Такая Хотя Бы Формальная Защутимая Разница Вы Не Ощутили Я Оказывается Не Ощутил Потому Что Я Из Ринга Вышел Как Победителем И Я Стался На Ногах Значит Молодость Проиграла Старость Точнее Молодость Выиграла Да Моя Молодость Да Но Уже Известно Что Следующий Бой Намечен Третья Май Профессиональный Да Соперник Украинец Юрий Горбенко Да Насколько Я Чисто Из Каких-то Статистических Показателей Понял Это Соперник Покруче Скажем Так Нежели Беларусь Какие У вас Мысли С этим Это Уже Скоро Это Уже Очень Скоро Ну Какие Мысли Я Боксирую Чтобы Как Выбираем Соперник Чтобы Не стоять На месте Чтобы Это Все Было Каждый Раз Получи Соперник И Чтобы Я Боксировал Получше И Такая Мысль Чтобы Думаю Бестолка Выбирать Кого Что-то Знаю Что Будет Легко Надо Выбирать Как Соперник С кем С кем Я Мог На Что-то Научиться Нового И Проявлять Себя И Показать Что Да Я Стал Лучше Но Вы Провели Если Суммировать Сколько Пять В целом Если Все Вместе Посчитать Сейчас Да Пять Пять Ни одного Поражения Нет Нет Страх Есть Поражение Без Поражений Вы Сами Знаете Это Считанные Спортсмены Обходятся Да Боят Мейвейзер И Пожалуй Все Ну Страх Это Не Один Из Моих Как Таких Мотиваций Не Знаю Как Назвать Как Будет По Русски Даже Полтышки Сейчас Не Могу Придумать Ну Это Не Двигатель Нет Я Просто Я Я думаю Логично У меня есть Очень большая Мотивация Я Жизнь Много Чего Видел И В принципе Я Не Боюсь Ничего Может Единственное Чтобы Я Не Хотел Видеть Где Я Живу Это Война Другое Это Как Я Уже Все Видел Так Что Много Что Видели Это Вы Намекаете На Те же 90 Вы Про Них Рассказывали Как Вы Там С Ножами Ходили По Улице Дзернов Не Это Это Была Молодость Надо Просто Было Себя Защищать Чтобы Кеды Не Сняли Курт Деньги Не Отняли Молодой Школьник В принципе Как Жизнь Да То Что Я Был Спортсмен На Высоком Уровне Но Тоже У него Всякие Были Неприятные Вещи Которые Случались В жизни Как Смерть Близких Детей Всякие Поэтому Выйти На ринг Это Кайфово Самое Последнее Чем Я думаю Как Проиграть Потому Что Я Иду Выигрывать Крис Зут Который Тоже Выступал Этой Ночью Бокса Это Тот Человек Который Сейчас Вас Вернул В Профессиональный Бокс Он Ваш Получается И Коллега И Наверное Другом Или Приятелем Можно Назвать Да Друг Друг Скажем Даже Менеджер Можно Знать Потому Что Да Вот Я Вернулся В Латвию В принципе Я Приехал С маленькой Сумкой Думал На пару Дней Это Вы С Кипра Митю Да С Кипра Я уже Думал Все Я уже Думал Все Я буду Жить В Кипре Я уже Жил В Кипре В принципе Уже Сезон Кончился Это Было Сентябрь Сезон Кончился В мае Так что Три-четыре Месяца Сезон Баскетболь Кончился Я просто Жил В Кипре Было Такие Обстоятельства Что Приехал На пару Дней Уложить Какие-то Дела И Дела Уложил Ну Кристо Позвонил Да Кристо Позвонил Я видел Что Латвия Может Хочешь Зайти В зал Поговорить Что Будешь Делать Дальше Я Не знаю Живу В Кипре Сейчас Сбоксировать Не хочешь Побоксировать Я Так Подумал Да Хорошо Хотел В этот Момент Я Наверное Кросс Не могу Пробежать Больше Два Километра Вы Так Думали Или Это Фактически Это Было Фактически Принцип Потому Что Я Уже Не Тренировался Четыре Месяца Ничего Не Делал Ну Я Мог Выйти В штрафные В корзину Пару Покидать А Бокс В арене В ринге Это Был Вообще Космос Ну Я Говорил Ну Ладно Я Приду В зал Поговорим Через Пару Дней Пару Недель И Начал Ходить Гризинг Где в гетто Гетто Баскет Есть Там Есть Штанга Есть Груша И Начал Ходить Медленно Тренироваться Это важно Потому Что Когда Я был Маленьким С моим Братом Старше Мы там Всегда Хотели Найти Как Электронные Эти Картинги Не Картинги Ну Такие Машинки Были Да Которые В то время Гризинг Было Совсем Другим Местом Да Совсем Другим Местом Да И у меня Такие Хорошие Всегда Эмоции Когда Я не Был Много Много В Латвии Там Есть Какие Проблемы Или Сам Нехорошо Чувствуюсь Я Всегда Иду Там И Тренируюсь Просто Для себя И Начал Потрениваться Думал Было Так Круто Да Если Мог Выйти В Арене Еще В Полной Арене И Сбоксировать Не Только Сбоксировать И В стиле В хорошем Боксе Не В хорошем Боксе Крутой Крутой Напарник Не Крутой Но Я Это Сделал Нокаутом И Это Было Очень Круто А Кто Тренирует Как Тренировки Проходят И Сразу Вдогонку Вопрос Спарринг Партнер У вас Такой Показатель Получается Вы Тяжеловес Но При Этом Опыт Такой Немножко Другой Не Как Традиционно С детства И С юности Легко Найти Кого С кем Спарринг Начну Начну С первым Началом Тренирует Меня Отто Ковчи Он Сам Был Чемпионом Европе По Кикбоксу Многократный Чемпионом России Он Из школы Ливана Школы Его Отец Йосиф Ковчи Из школы Бокса И Кикбокса Ливана И Отто Тренировался У него Сейчас Он Тренирует В этот Айр Спорт Студия И Я Тренируюсь С ним Как бы Для Меня Очень Важно Потому Что Мы Нашли Я Думаю Как Ученик С учителем Очень Хороший Язык И Друг Друга Хорошо Понимаем И То Что Я Научился За Четыре Месяца Сейчас Это Намного Больше Чем Когда Я Вышел В Лас-Вегас И Мы Начинаем В 2007 Да Мы Начинаем Самый Бейсик Как бы Бокс Там Самых Первых Шагов И Это Мне Помогает Но Много Много Еще Осталось Работа Чтобы Я Как Я Хотел Выглядеть Когда Я Боксирую Но Это Есть Такая Мотивация Чтобы Надо Учиться Каждый День И Стать Лучше А По Поводу Спарринг Как раз Час Назад У меня Были Спарринги И Я Работал С Утисом И Еще Есть Тоже Тяжеловес Он Не Профессионал Но Гунтерс Который Тоже На Студии Приходит И Помогает Вот Сегодня Я Один Работал Они Меняются И Как Сегодня Кстати Немножко Получил Но Это Хорошо Тоже Хорошо Внешне Не Видно Когда Да Не Видно Это Тяжело И Партнеры Меняются Всегда Вот Делает Темп И Очень Хорошие У нас Тренировки Есть Вот В эту Субботу Прошедшую Субботу Тоже У нас Были Спарринг Спарринги И Я Постоял Пару Раундов С Зауром Тоже Джавадовым И Это Очень Круто Потому Что Я Могу Много Научиться И Есть Очень Хорошие Комботы Вы Правилом Бокса Спарринговали Зауром Кикбоксер Конечно Конечно Правилом Бокса Но Все Равно Он Кикбоксер Но Его Бокс Тоже Очень Хороший И Он Спортсмен Мирового Есть С кем Работать А учитывая Что Вы Медийная Личность В контексте Латвии Публичная И Медийная Не Предлагали Ли вам Как это Называется Показательные Бои Знаете Когда Не столько Профессиональный Спорт Сколько Какое Шоу И Сразу Хочется Спросить Эта История С Иван Который Подкидывали Масло В агоне Вроде Как Должно Было Состояться Что Вы Думаете Не Предлагали Не Хотели Либо Что То Такое И Чем Эта История Закончилась Эта История Не Знаю Она Просто Кончилась Что Ничего Не Началось Ну Да Была Такая Идея Я Уже Не Помню Кто Подкинул Эту Идею Конечно Да Потому Что Я Тоже В Это Время Не Тренировался Я Уже Играл Баскетбол Если Бы Кто То Хотел Да Я Наверное Если Было Интересно По Спортивному Интересу Чтобы Вы И Сделать Цирк Я Против Этого Потому Что Я Сейчас Боксирую Это Дело Серьезно Чтобы Люди Не Думали Что Я Вышел Для Какого Пафоса Или Показать Что Я Крутой Микки Рург Видели Бой Несколько Лет Назад Нет Не Микки Рург Но Боксер 60 лет И он Боксировал С молодым Человеком И он Накарутировал Но все Высмеяли Этот бой Сказали Что Это Явная Подстава Да Ну Я Это Делаю По Настоящему И Серьезно Поэтому Я Особо Не Хочу Зайти В Шоу Да Шоу Да Ну У нас В Латвии Есть Явный Законодатель Вообще Боксерской Этой Повестки Звезда Майрис Бредес Вот Что вообще Не Конечно Я слежу За 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 Майрисом Потому что Он лучший Боксер Как бы Латвии Титулированный Да И Он тоже Ходит То же самое Наш зал И Тренируется Там Ну Так Знакомый Только в зале Как говорится То есть Не больше Только в зале Да Так Мы сейчас Коротко Прервемся На новости рекламу Пара минут Встретились Поговорили Каспар Камбелла Не уходите далеко Продолжаем Эту программу Встретились Поговорили Каспар Камбелл У нас Баскетболист Боксер Даже актер Кстати говоря Но об этом Еще поговорим В этой части Баскетбол Значит Про бокс Мы поговорили В прошлой части Теперь про баскетбол В январе Состоялся прощальный матч За Юрмалу Каспар выступил Можно сказать Что выступил Торжественно Потому что Самый результат Результативным Игроком Оказался Как поняли Что Пора Ну я всегда Говорил Что в 40 Я уже хочу Все Уже было 36 7 Все мне спрашивали Ну сколько Будешь играть Сколько Я так подумал Ну давай до 40 Потому что Еще мне Мне это нравится Пока еще не знаю Что я хочу делать Дальше Не надо сразу Так Ну Бросить Если можно играть Я особо Последние два года Играл в Кипре Таком Я уже Честно скажу Таком Ну Не знаю Как это Не впечатляло Нет Нет В таком Ну Там больше Вот Да Есть Американцы Которые Приезжают Там играть Хорошего уровня Там даже Есть у меня Команды Были Тоже Из Турции Второй лиги Ну Сам Баскетбол В этом Кипре Он такой Ну люди Приходят Из работы Как бы На тренировку Созревали Уже такой Профессиональный Не совсем Профессиональный Ну Профессиональный Да Типа Профессиональный Но я бы думал Я мог там Играть до Писса Спокойно Да Спокойно Но мне там Очень нравилось Нравился остров Перед тренировкой Может днем Если одна тренировка Утром Поехал на пляж Весел на тренировку Потом Погулял С друзьями Там на ужин Красота Да Красота Хорошая жизнь Тепло Ну Переехал в Латвию Начинал этот бокс И До игры с Калевым Юр Малакалев Вы говорили Что мяч держали Баскетбольный Там буквально Пару раз Да Перед этим Перед этим Я Перед этим Я последний раз Держал мяч В руках Это был Май месяц Начало Последний раз Начало Шестое мая По-моему Учитывая Что такой результат И самая результативная Игру Двадцать очков Набрали за ту игру Не возникло И не говорили люди Но может не уходить Тогда Что уж Все хорошо идет Ну да Если бы я сыграл Какую-то Даже с Юрмалой В тренировках Мы не играли на 5 на 5 Я был только на 2 тренировки Потому что просто Не хватило игроков У них были Ребята стравмированные И мы просто играли Там 3 на 3 Один раз помню На 4 на 4 Ну если бы я Был немножко Вот 1-2 игры Сыграл перед этим Даже тренировки Я думаю Я бы там 35-40 очков Забил Это было просто Просто некоторые Там начали движений Которые уже Ну Я не был Не мог Ритм найти А как уже Нашел ритм Тогда уже было просто Ну и о тех Как сказать Разочарования И печали По поводу ухода Не спортивный баскетбол Очень круто было Потому что Тоже Как это все началось Я был на игре По-моему Сборной Латвии И Эдгар Булш Булш Подошел И говорит Каспарс Не хочешь там Еще сыграть Там Одну игру Знаешь Чтобы там Правильно Как бы Прошаться спортом Я говорю Да Было бы круто И у них У них была такая Ситуация Там С Каловым Потому что Кого-то там Побили Да В предыдущей игре Думали Ну типа Пошутить Но то же самое время Чтобы сделать С этого Типа Теперь с нами Камбала Да Теперь с нами Камбала Но Сказать Не Кстати Это его Паршальная игра И так далее И Я сказал Конечно Давай делаем И Сделал Было очень круто И очень доволен И очень благодарен И Эдгарсу И Тренеру Юрмала Что он мне Сразу Сразу В этих тренировках Сделал Там Сеты Которые Чтобы мне давали Мяч Чтобы Я мог Нормально играть И ребятам Которые Играли Все было круто Но Еще Когда Первый был Первый уход Из баскетбола И переход В бокс Ну 10 лет назад Вы уже тогда говорили В интервью Упоминали Что все таки Ну чисто денежно Например Бокс приносит Меньше значительно денег Чем баскетбол Да Сейчас вы эту Как сказать Артерию денежную Отрезали Вот в этом смысле Как Есть какой-то план Б То есть Бокс же тоже Неизвестно Как это будет С точки зрения Профессионализма Работы Ну и доходов Ну сейчас Мы медленно Начинаем 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 Думать Да Об этом Как План Б Есть План Б Есть пара План Б Но они пока Остаются у меня Остаются где В голове А в голове В голове Да Они связаны со спортом Давайте так Да Да Некоторые связаны Со спортом И некоторые нет А то что было Озвучено Прошлым летом И связано С майкой Государство Должно начать С себя И выход В политику Это был Один из планов Б Это было Такое Чувство Момента Я чувствовал Что надо Так делать Но потом Как-то Передумал Ну тут Чуть-чуть По порядку Вот решение Принято Это было Конкретно Опять же Кто-то Позвонил Позвал Или Сидели Смотрели Телевизор Поняли Все Я нужен Стране Как это Произошло Ну более Да Был один Человек Который Не буду В чате Позвонил Думал Я и Каспарс Как ты Думаешь Это было бы Интересно Так Давай Подумаю Давай Да Интересно Потому что Конечно Надо везде Если есть Какое-то Дело Ты не знаешь Не понимаешь Должен кто-то Быть Кто-бы Тебе Показал Дорогу Но В принципе Да Я сам Принял Это Решение Но Потом Уже Там Было Очень Хаотично Не было Просто Времени Чтобы Серьезно Подготовиться И Серьезно Все Это Делать Я понял Я Для А готовились К чему Чтобы Своими В списке Занести Да Чтобы Была Какая-то Идея Не Просто Так Привет Я Каспар Камбала Сейчас Давайте Голосуйте Тоже Свою Платформу Какие-то Там Свои Мисли Тогда Подготовитесь Тогда Почему Просто Так Ну Если Я Что-то Делал Я Хочу Все Делать Серьезно Не Просто Чтобы Это Было Какое-то Там Для Шутки Но Кто Бо Этот Человек Который Позвонил Не Был С Лидерами Этой Партии Тоже Людьми Кстати Достаточно Яркими Вы Познакомиться Успели С ними Пообщаться Как-то Или Нет Были Какие-то Там Разговоры Да Какое Впечатление Просто Вы С Политиками Поговорили Вы До Этого С Политиками Не Контактировали Из Другой Сферы Что Это За Людям У Каменьша Я Уже Был В Суне Буду Ну Тогда Он Не Был Политиком По Моему Больше Актер Я Кстати Выиграл Нокаутиров Бокс Который Да Кстати Да Ну Больше Такого Особого Долгого Контакта Не было Потому что Я тоже Быстро Решил Что Не буду Это Делать А Когда Решили Что Не будете Делать По этой Теме Это Тоже Вы Так Четко Сказали Что Все Или Просто Постепенно Сошло На Нет Вот Это Политическая История Назовем Так Этот Этап Тогда Я сказал Точно Нет А То Что Будет Еще Будущее И Кто Знает Когда Вот Эта Вот Фотография С майкой Государство Должно Начать Себя Анонс Там Очень Много Комментариев Вчера Еще раз Посмотрел В основном Восторженные То есть Да Каспар Давай Молодец Мы Рады Что Так Вот Нет Такого Что Ну А теперь Эти Люди Они Получаются Что Они Как-то Разочарованы Обмануты Даже Немножко Вроде Все Вот Каспар Не Пошел Может Кто Потом Говорил Об Этому Каспар Почему Никто Не Говорил Особо Никто Я Не Почувствовал Что Кто Был Очень Обиженным На Меня Что Я Не Пошел Лучше Лучше Быть Всегда Откровенным Какой Я Считаю Да Если Была Такая Идея Я Сказал Да Но Потом Если Что Поменялось Я Не Буду Это Делать Только Для Чтобы Сделать Этого Чтобы Пойти Там Да Вдруг Меня Как Бы Выбрали Да И Я Потом Там Сидел И Были Недовольным Это Тоже Без Толк И Если Я Не Чувствовал Что Я Мог Дать Какую Хорошую Добавку Или Как Бы Ну Нести Что Нибудь Почему Тогда Мне Это Делать Вообще Следите За Политическими Процессами Размышляете На Эту Тему Есть Мнение По Поводу Там Каких То Процессов Как Это Откровенно Нет Потому Что Бокс Это Все У меня Забирает Мне Просто Нет Времени Вот Скажем Сегодняшний День Я Проснулся Я Проснулся Поскольку По Моему Девяти Быстро Покушал Завтрак Поехал На Физиотерапию Кстати Хороший Доктор Такой Есть Сейчас Бывший Олимпиец Айгар Фидеев Работаю С ним Есть Есть Травмы Есть Что Обсуждать По Физи Подготовке Тоже Потом Поехал В зал В 10 Начиналась Тренировка В то же Самое Время Уже Было Не знаю Был Человек Который Тоже С телевидения Который Вместе Со мной Как бы Тренировался Я Начал Спарринговать Сделал Спарринг Потом Приехал К вам Потом Буду Ехать В Латышский ТВ Потом Поеду Домой Покушаю Опять Буду Уже Где Где То Не знаю Все Это Время В Кармане Лежит Смартфон Который Легко Открыть И Почитать Что Немного Когда Почитать Если Передвигаюсь На Велике Сейчас Я Всегда Не Приехал На Велике Но В принципе Все Время Я Стараюсь Передвигаться На Велике Потом Типсел Типсел Ну Да Поэтому У меня Все Такое Очень Много Время Проходит Для Движения А за баскетболом Следите? Даже за баскетболом Если же нет Совершенно Неинтересно Интересно Но Даже в целом Если Я не буду там Конкретно Проанализировать Результат Конкретного Матча Латвия Черногория Но вот в целом Если там Читать Постоянно звучит Генсек Баскетбольного Союза Шнепс С критикой Сейчас постоянно Выступает Говорит Что вот Кризис 2008 Года В баскетболе Не кончился Спустя 11 лет И так далее Ну Тогда вопрос Такой Если кризис Не кончился Люди То же самое Там еще сидят За руководством Которые были В кризисе Ну Кому тогда Винять? Ну Как минимум Два года назад По поводу Следите Не следите Вы в 16 году Вместе с Валтерсом Написали это Резонансное Открытое письмо По поводу Богацкиса Подвергли критике Его тренерскую Политику Скажем так То есть В тот момент У вас Назрело что-то Получается Какое-то Недовольство Тем Какую сторону Латвийский Баскетбол идет Ну Вообще Мне Как бы Я помню Я помню Когда я последний раз Играл За сборную Латвии Ну Это Девятый год Это был Этот Вису Тагат Вайнакад Такая Когда была Эта фраза По-моему Был Я Бедрен Золотой Сустав Да Золотой Сустав Но Да Там были Какие-то Непорядки Но В принципе Я помню Что Я не был Подключен В эти Какие-то Там Моменты И потом Тоже Говорили Что Какое-то Там Типа Наказание За что-то За как И я Хорошо Выступил Кстати Играл Там По-моему 17 минут Средние 17 очков Забрасывал Я так Посмотрел Думал Ну Вас тогда За конкретный Эпизод Дисквалифицировали За локоть Это было Фиба Это было Фиба Дисквалифицировали За 4 игры Но потом Тоже Еще Сборная Типа Латвии За Нос Как это Будет По-русски Условно Да Но Вы там Были Нядем Там Целую Пятерку Дисквалифицировали В тот момент Да Ну Я Всегда Говорю Так Не Маш Кулаками После Боя Ну Это очень Круто Но потом Чтобы Тебя За это Как-то Осуждали И как-то Ну Сделали Ну Скажу Честно Лохать Тебя А я Я так Подумал Ну Почему Тогда Надо То есть Обида Осталась Какая-то Ну В это Время Сейчас Нет Никаких Обид Сейчас Я иду На игры Я смотрю Я болею За ребятам Потому что Это Конечно Мой спорт Моя страна Я хочу Чтобы Выигрывали И Все было Круто Но Оказывается Что Если Есть Какие-то Там Непонятия Они Сами Должны Это Решать Внутренне И Опять Кого Хочешь Кого-то Винять Ну Тогда Решайте Не виняйте Думайте А вот Из того Золотого Состава Ну И вообще Вот Эти Там Десять лет Условно Горя Прошлое Баскетбола Сохранились С кем-то У вас Из баскетболистов Там Отношения Какие-то Дружеские Вообще Связь и Контакт Ну Дружеские Отношения Отношения С ним Да Я Когда Не помню Последний раз Видел А я видел Его по-моему На Сборной Когда была Игра Латвия Играла С кем Последнее В арене С кем С кем Они играли С Черногорием Да С Черногорием Да Когда проиграли Да Видел Видел Его Поговорили Посмеяли Смел Я ничего Не какие-то Там У меня нет Никакие обиды Я не держу Плохо Никого Как бы Просто сейчас Вот это вот поколение Ваше Получается Они тоже закончили Свои карьеры Баскетболистов Начали Большинство Наверное Стали тренерами Вот Сами вы Об этом не думали Как вообще Вот коллег Бывших Тренерскую деятельность Это не мое Это не мое Тренировки не ваши Я бы мог Тренерство Да Я бы мог Индивидуально Тренировать Там Центры Пауэрфовардов Такое что-нибудь Физподготовка Мне очень нравится Но чтобы Командным тренером Это такое Это Это не мое Вот если говорить Про бокс и баскетбол Не было ли так Что Может быть Изначально Психологически Спортсмены Были То есть Баскетбол Командный вид Бокс Одиночка Понятно Может быть Не было ли Такого Что вы всегда Были больше Волк-одиночка Это называется Нежели Командный человек Отсюда И все Вот эти Какие-то Импульсивные Эмоциональные Выходки И так далее Да Могло Так Можно Так Сказать Если Смотрю На свою Карьеру Я был Я был Такой Я был Этот Как бы Киллер Кому-то дали мяч Когда надо было Выигрывать Потому что Все знали Что Что Я больше Индивидально Играю Чем Командно Но То же самое Время Я был командным Игровым Конечно Рассчитался И игрался С командой Но Но я Очень хорошо Играл Индивидально А за выступлениями Латвийских Спортсменов В МБА Сейчас следите Тем более Что Америка Для вас Не чужая страна Да Да Вот Слежу Сколько Можно Следить Не жду Игр Если Четыре утра Чтобы посмотреть Игру А так Что есть Пресс И тогда А так Слежу Смотрю Молодцы Ребят Очень 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 Хорошо Что Сейчас У Латвии У нас Есть Четыре Игрока И Причем Не только Сидит На банке А играет Показывает Результат Один Суперстар Это Очень Круто Для Такой Маленькой Страны И Каким То Каким То Образ Я тоже Чувствую Горжусь Потому что Знаю Что я был Как Ребята Которые Были Передо Мною Я смотрел На них И хотел Выступить Лучше Я выступил Лучше Начал играть Серьезно В Евролиге Сделал Евролиге Рекорд И я думаю Эти пацаны Тоже Так Смотрели На нас И вот Сейчас Сыграют В НБА И Это Очень Круто И горжусь Ними Ну вот По поводу Кстати Смотреть Тоже Вышла Книга Упомянутая Уже Пуча Каспар Камбала Мини Да Она Там Вызвала Тоже Определенный Резонанс Она так Громко Была Представлена Вообще Довольна Книгой Все Там Так Как Вы Хотели Чтобы Книга Вашей Жизни Была Написана Скажем Книга После этой книги Жизнь Продолжается Безусловно Ну вот Спортивная Имеется Спортивно-баскетбольная Спортивно-баскетбольная Да Там было Как я писал Там было Так Да И были некоторые Вещи Которые У нас Были адвокаты Мы говорили Которые Даже нельзя Были писать Чтобы не были Какие-то проблемы Которые Не написали Да Не написал Но Все что Написал Это было Очень откровенно Просто Некоторые Так откровенно Не мог Говорить Но Да И Пуча Я помню Когда Первый раз Он мне дал Прочитать Манускрипт Ну Если он поймал Как я говорю У меня было Такое чувство Что Я слушаю Сам себя Когда он Он писал Это было Очень круто И такое Но очень трудно Тоже самое время Потому что Надо прожить Все Все моменты Жизни Опять Даже Которые были Хорошие И плохие Это Ну Это было Очень морально Очень трудно Но Я очень Очень рад Что Написали Ну вот По моему Когда представлялась Эта книга В четырнадцатом году Или в самой книге Вот вы Может быть Сейчас уточните Была такая Ваша фраза По поводу Вот спрашивали Как Откуда такой успех Вот рекорд Евролиги По количеству очков Он же до сих пор Это сорок одно очко Держится И вы так Я не знаю Просто было ли это всерьез Сказано И вы сказали Ну нужен номер в гостинице Девочки Алкоголь И все И будут рекорды Дальше идти Это Ну и кажется Что это такое жизненное кредо Каспара Камббала Во многом Вот вы по-прежнему Считаете Что это совместимо И вообще Как это Что за баланс Такой спорт Дисциплина И вот такие вещи Ну вот Тогда был Молодой И думал Что надо Так жить И так жил Но Приходит Какой-то Период в жизни Когда меняется Ну как бы Говорится Сказать Ценности Да Ценности Меняются И Понимаешь Что То что Какой-то этап Какие-то вещи Что ты сделал Прожил Да В это время Это было круто Но Сейчас Это несовместимо Или даже Неинтересно Для тебя Ну просто Вы упомянули Вот у вас были Свои Кумиры На которых Вы смотрели Снизу вверх Сейчас Можно сказать Что на вас И на ваше поколение Смотрят Ну и Безусловно Вот у Баскетболистов У спортсменов Вообще Когда к ним приходит Слава Она вся связана С деньгами Им может Как бы Хотеться Их тянуть И искушать Какой-то рок-н-ролл Ну вот у вас Этот рок-н-ролл Ну как можно судить Он вот вылился В эту историю 2006 года С кокаином И прочим Вот сейчас Если бы Вы какой-то мудростью Делились бы Что бы вы сказали Молодым У которых вот У них есть слава И успех И талант Но при этом Искушение В сторону Рок-н-ролла Ну Я бы сказал Если хотите Рок-н-ролл Тогда идите И живете В рок-н-ролле Не занимайтесь Спортом Да Потому что Это Как мы все Думаем Что Как бы Нас Не может Ничего Поразить И погубить И мы будем Жить Не знаю Там Тысячу лет И здоровым Сильным Ну так Это Не так В реальном жизни Да То что я прожил Прожил И увидел Я ничего не жалею Но если мне надо Кому-то Молодым Дать совет Я бы сказал Занимайся спортом 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 И только спортом И думай О близких О семье О друзей Но Все это другое Но сейчас Тоже другое время У нас Наши Как бы Кумиры Да Как правильно Говорить Да Они тоже Все занимались Рок-н-роллом У нас было другое поколение Мы были Дети Пост Пост Советского Союза Думаете Это сыграло Да Серьезно Это очень Серьезно У нас было Два вида Там Мороженого Три телевидения Канала Жигули И там Волга Да И тут 22 года 22 года Тебе Там 500 Мерседес Там Платит Миллионы Долларов Конечно Если ты не сойдешь С ума Как ты не сойдешь С ума Немножко Правильно То есть С этим Это связано Просто Есть такая Мысль Что Вот Если ты Смотришь На звезд Ну Назовем их Западных Западные Звезды Леброн Джеймс Например Или Криштиану Роналду Эти люди Добились Всего Что можно Представить При этом Они продолжают Часто происходит У нас В России Скажем Когда человек Достигает Первого миллиона Ему Сносят голову Покупают себе машины Делают фотографии В инстаграме А спорт Куда-то у него Катится И вообще Не туда Так не было Я спорт Не забыл Я играл На высоком уровне Я не только брал Сейчас в целом Говорю Да Просто Не надо Делать Не надо Не надо Делать Как говорится Простые Тупые Тупые Ошибки Но надо Думать Надо думать Что Если это спорт Тогда заниматься Спортом Не надо Там Много Размышлять И думать Что надо Быть первым Номером И в других Каких-то Там Тусовки Или где-то Надо Заниматься Надо Заниматься И потому Что Это все Кончится Быстрее Намного Быстрее Чем ты думаешь Ты думаешь Когда тебе 22 года Что ты Будешь играть Думать Мне Что Долго Играть Это Все И закончится Чтобы не заканчивать На вот такой Ноте Еще одна грань Каспера Камбелла В последние годы Начинает проявляться Это Актерская грань Да Каспер Поучаствовал В фильме Хома Новус Который Можно сказать Такой Исторический Эпохальный Фильм Посвященный Столетию Там Просто Букет Звезд Раймон Паулс Андрей Скейш Андрей Джаггарс Кстати В других Вы снимались Подробно Сейчас об этом Не успеем поговорить Вы уже много Рассказывали О том Как в эпизоде Хома Новус Играли Но Что-то это поменяло Есть ли какие-то Мысли По поводу того Как можно было бы Это развить Что ли В каком-то образе Другом Очень Понравилось играть Я бы С удовольствием Если бы Было предложение Это Продолжало Но только Трудно Потому что В Латвии Сейчас Это было Столетие Были бюджеты Били деньги Чтобы такие Проекты Сделать Сейчас Конечно Опять Нету таких Денег Но если Кто-то Мне предлагал Я бы С удовольствием Я просто Понял Что вы играли Самого себя В большей степени Так Назовем Это так Может быть Кого-то Более Такого Образного Мне не важно Кого играть Главное Чтобы Понравилась Идея Этот характер А так Чтобы Я готов Учиться И развиваться Это меня Интересно Спасибо большое Баскетболист Бывший баскетболист Боксер Каспар Камбел 3 мая Бой В Сконто В Риге Желаю вам удачи Спасибо До свидания